Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Экономика». О развитии предпринимательской жилки, о том, как создать собственный бизнес, написано немало книг. Еще больше проведено семинаров на эту тему. Часто их организуют люди, у которых единственный бизнес – это проведение семинаров. Тем не менее, факт есть факт. Спрос на знания о предпринимательском успехе в России есть. Интересно, а какие результаты деловой активности наших граждан? Как развивается в России, в том числе в Крыму, малый и средний бизнес? А как поживает крупный? Почему при росте ВВП и промышленного производства в России падает число юридических лиц? Об этом поговорим в сегодняшней программе. Средневековые Нидерланды – маленькая страна без природных ресурсов, но с выходом к морю. Она отстояла независимость от Испании, достигла фантастического по тогдашним меркам благосостояния. Амстердам стал мировой торговой и финансовой столицей. Это произошло благодаря предпринимательскому духу местных жителей. Экономист Адам Смит писал про средневековую Голландию так. Там считается предосудительным не заниматься торговым или промышленным делом. Бизнес работал в связке с финансовой сферой. Государство кредитовалось по 2% годовых, а простые граждане – по 3%. Они славились как надежные заемщики, а против ненадежных заемщиков действовала строгая и независимая судебная система. Голландские купцы имели большое преимущество перед другими торговцами, потому что делали низкую торговую накрутку. Товары у них были дешевле, чем у конкурентов. Это позволяло им эффективно захватывать новые рынки сбыта. При этом в средневековой Голландии зарплаты были выше, чем в Англии, и богатство на душу населения превосходило богатство англичан. Нидерланды вели колониальные войны на всех континентах, кроме Антарктиды. Завоевали огромные территории в далекой Индонезии, контролировали колонии в Америке и Африке. Нынешний Нью-Йорк когда-то назывался Новый Амстердам, потому что им владела голландская Вест-Индская компания. Колониальные войны ввелись на кредитные деньги. Голландцы брали много денег в долг и своевременно их отдавали. Значительную часть их армии составляли наемники, потому что сами жители королевства предпочитали заниматься бизнесом, а не воевать. Средневековые Нидерланды – это пример того, как маленькая страна за счет личных качеств граждан может подняться к вершинам богатства и успеха. Это достойно подражания. Все время на пути к пику благосостояния Нидерланды были в состоянии войны с Испанией. Это не мешало развиваться, а наоборот помогало. Капитал бежал из феодальной, плохо управляемой Испанией в капиталистические Нидерланды, давая им подпитку в этом противостоянии. Россия сейчас находится в напряженных отношениях с Западом. Войны нет, потому что ядерное оружие и сильная армия дают нам защиту от любого вторжения. Но экономическая война, война санкций идет полным ходом. В наших силах обернуть это в свою пользу. Это реально. И средневековые Нидерланды – яркое тому доказательство. Мировые капиталисты 17 века стремились дать деньги в долг голландским купцам или Нидерландам как стране. Сейчас нерезиденты, в том числе американцы и европейцы, стремятся купить российские облигации, потому что знают – они надежны. Пример тому – недавнее размещение евробандов «Газпромом». Компания привлекла больше миллиарда долларов, половину облигаций выкупили американцы. Российский Минфин также недавно разместил евробанды на приличную сумму – 3 миллиарда долларов и 750 миллионов евро. Подавляющее большинство из них купили британцы, европейцы и американцы. Санкции – санкциями, а пристраивать кровные деньги инвесторы предпочитают в тех ценных бумагах, которые, по их мнению, не прогорят. Но вернемся к тому, с чего я начал. Деловой климат в России. Как так получается, что ВВП растет? Промышленное производство на подъеме, а юридических лиц становится меньше. За прошлый год в России открывались новые фирмы, закрывались старые. Закрылось больше, чем открылось, на 347 тысяч. При этом ВВП вырос на 2,3%, пошла вверх промышленность, торговля, транспортировка грузов. Вырос и самый красноречивый показатель – финансовый результат предприятий. Он напрямую вытекает из бухгалтерских отчетов. Для его расчета из прибыли прибыльных компаний вычитается убыток убыточных. Получилось 13 трлн 800 млрд рублей. Сделаю эту цифру понятной. Это на 46% больше, чем в 2017 году. То есть прибыль российских юрлиц в прошлом году возросла почти наполовину. Это средний и крупный бизнес. Из выборки исключен малый бизнес, банки, страховые компании, государственное и муниципальное предприятия. Почему же юриков в России стало меньше? Может быть, это стагнирует малый бизнес? До микропредприятий мы еще дойдем, а пока посмотрим статистику по индивидуальным предпринимателям. Две даты – 1 января прошлого года и 1 января нынешнего. Разница между ними положительная. ИП стало больше на 122 798. Это рост на 3%. При этом резко возрос объем денег на счетах индивидуальных предпринимателей. Данная Банка России на 1 января прошлого года. На счетах ИП лежал 361 млрд рублей. На 1 января этого года денег стало 480 млрд. Рост на треть. Попутно замечу, что среди российских ИП есть замаскированные сотрудники предприятий. Они ходят на работу каждый день, выполняют обязанности, имеют перерыв на обед и с виду ничем не отличаются от обычного персонала. Это особая форма найма на работу. Фирма не берет сотрудника в штат. Работник открывает ИП и заключает с работодателем договор на оказание услуг. По этому договору он раз в месяц получает деньги на свой счет, аналог ежемесячной зарплаты. Так иногда работают программисты, сисадмины, бухгалтеры. Таких случаев немного, но они есть. Но вернемся к юридическим лицам. Напомню, что за год их стало меньше почти на 350 тысяч. Что же происходит? Почему закрывается больше фирм, чем открывается? Причин сокращения числа юридических лиц несколько. Первое – прекращение их деятельности в силу экономических неудач. От этого никуда не деться. Любой бизнес – это риск потерять деньги. И это само собой происходит. Разорившиеся фирмы ликвидируются и дают статистике минус. Вторая причина – глобализация. В сфере экономики для нее характерна власть монополий и транснациональных корпораций. Крупный бизнес вытесняет или поглощает мелкие. Было пять фирм одной направленности. Пришел крупный игрок, и часть слабых компаний сошла с дистанцией. Остался, к примеру, один большой супермаркет и два маленьких магазина. Да и те едва сводят концы с концами. Острее всего это наблюдается в сфере розничной торговли. Рынок сбыта остается прежним, но делит его меньшее число продавцов. Третья причина сокращения числа юрлиц в России – борьба государства с серыми схемами. Незаконным обналичиванием, выводом денег за рубеж, уходом от налогов. В интернете хватает статей о том, как подорожало обналичивание денег. В самом распространенном случае бумажные деньги нужны юрлицам для выплаты зарплаты в конверте. Сейчас вывести деньги под это стало труднее и дороже. Центробанк активно борется с обналкой. Теперь проще и дешевле платить белую зарплату, особенно когда сотрудников много. Фирмы прокладки, фирмы однодневки, где директор является единственным сотрудником, закрываются, ухудшая статистику по юрлицам. Если вы пришли в магазин, а там говорят, что сегодня расплатиться картой не получится, да и кассовый аппарат не работает, платите кэш, то с высокой долей вероятности руководство магазина таким образом аккумулирует наличность. Либо чтобы заплатить зарплату в конверте своим сотрудникам, либо чтобы продать этот кэш за процент какой-то другой фирме, которой нужна наличка. В прошлом году на сайте РБК появилась статья «Пустые штаты. Сколько в России компаний без сотрудников?» Она написана на основе данных налоговой службы. Оказалось, что 15% российских компаний не имеют ни одного работника, а 41% компаний имеют в штате одного сотрудника. То есть больше половины российских юрлиц имеют в штате ноль сотрудников или одного. Поэтому к статистике по сокращению в России числа юрлиц надо относиться осторожно. Она не тождественна экономическому спаду. Нередко эта статистика преподносится как закрытие заводов и фабрик, что, конечно же, не так. Реально разырившиеся проекты там тоже есть. Горя в этих цифрах хватает. Но параллельно идут и другие процессы. В том числе видны очевидные успехи правительства и Центробанка по борьбе с фирмами-пустышками для нелегального вывода денег и ухода от налогов. Расскажу про ситуацию в Республике Крым. У нас деловая активность находится на подъеме. Это выражается в росте числа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. Также на показатель положительно влияет легализация бизнесов, которые раньше работали без оформления. Например, торговали на рынке без документов. По всем видам деловой активности наблюдается резкий рост хозяйствующих субъектов в 2014 и 2015 году. Это связано с возвращением в состав России. Происходила перерегистрация. В дальнейшем этот фактор уже не играл роли. Рост продолжился в силу развития экономики. При этом, как и в целом по России, в Крыму есть регистрация новых и ликвидация старых хозяйствующих субъектов. Но у нас эта динамика положительная. Рождается больше фирм, чем закрывается. Самый распространенный вид деятельности у юрлиц – это торговля. На втором месте – операции с недвижимостью. Это либо агентства, которые берут комиссионную плату, либо компании, которые сдают площади в аренду. Третья строчка – у сферы строительства, возведения жилых и нежилых сооружений. Перейду к индивидуальным предпринимателям Крыма. Здесь также наблюдается всплеск в 2016 году по сравнению с 2015. Это перерегистрация в рамках российского правового поля. В дальнейшем рост числа ИП был и продолжается по сей день по причине роста экономики. Раз – легализации неоформленных предпринимателей. Два – при этом чуть больше половины крымских ИП работают в сфере торговли или занимаются ремонтом автотранспорта. По фермерским хозяйствам в Крыму тоже наблюдается прирост. Это связано с энергичной государственной поддержкой животноводства и растениеводства. Чтобы получить субсидию, нужно быть хозяйствующим субъектом, то есть оформиться в качестве фермера. Например, в этом году на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств начинающим сельским бизнесменам будет выделено 142 миллиона рублей. Мы живем в эпоху глобализации. Рынки сбыта захватывают крупные транснациональные компании. Они энергично орудуют локтями и вытесняют мелких конкурентов. В России стараются этому противодействовать. Для этого создан антимонопольный комитет. Он препятствует образованию монополий и следит за тем, чтобы конкуренция была честной. Несмотря на эти усилия, ползучая глобализация продолжается. Еще один способ ей противостоять – оказывать господдержку малому и среднему бизнесу. Например, выдавать денежные гранты начинающим предпринимателям. В идеале в стране должен быть создан предпринимательский лифт – удобный путь, чтобы бизнес, начавшись с уровня ИП, мог расти и достигать общероссийского масштаба с филиалами в разных субъектах федерации. Это тяжело, но к этому надо стремиться. У всех должны быть равные шансы на большой успех. В Крыму глобализация идет медленнее, чем на материке. Это связано с санкциями. Крупный бизнес, большие сетевые компании заходят к нам неохотно, боятся понести наказание от мирового жандарма. Эти трудности на самом деле – шанс для крымских предпринимателей. В Крыму сейчас чуть более комфортное условие для малого и среднего бизнеса, чем в целом по стране. Конкуренция не такая острая, а значит, есть хорошая возможность открыть свое дело и преуспеть в нем. До свидания.